Служба информации продолжает следить за ходом выборов президента Республики Беларусь. В студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Определяющий день в жизни страны. Три четверти белорусов уже сделали свой выбор. Последняя озвученная цикстатистика выглядит следующим образом. Явка 74,6%. В лидеры вырвалась Могилевщина. Следом идут Гомельская и Витебская области. В Минске проголосовали свыше 60% избирателей. Таким образом, уже очевидно, что президентские выборы в Беларуси состоялись. Все внимание журналистов, наблюдателей и, конечно же, обычных белорусов приковано к Центру избиркома, куда в течение всего дня стекается оперативная информация о ходе голосования. И здесь с самого утра работает одна из мобильных студий нашей телекомпании. На прямую связь со студией готовится выйти моя коллега Наталья Бреус. Наталья, здравствуйте. Мы ждем от вас последних данных. Добрый вечер, Юля. Менее полутора часов остается до закрытия избирательных участков. Я напомню, что выборы состоялись к полудню в Республике Беларусь. Уже тогда был преодолен 50% порог явки избирателей на участке. А вот как эта цифра изменилась к вечеру, можем спросить у главы Центра избиркома Лидии Ермошиной. Лидия Михайловна, какие цифры к этому моменту известны? Да, добрый вечер всем избирателям. Я могу сказать, что мы обладаем пока на 18 часов данными по трем регионам, и поэтому мы не можем вывести пока общую цифру по стране. Тем не менее, все регионы прибавили, я имею в виду те, кто передал нам информацию. Я могу сказать, что даже в городе Минске, самом таком индифферентно равнодушном нашем мегаполисе, в выборах приняло участие 67% избирателей. При этом никто не говорит о каких-либо принуждениях. Более того, все обращения связаны именно с возможностью проголосовать. Кроме этого, 85% уже показывает Брестская область явки избирателей, и 81% с лишним – Минская область. Остальные данные на подходе, поэтому о них будет сообщено чуть позже. Но еще успеют избиратели прыгнуть в этот последний вагон голосования? Ну, конечно, если они едут, а я видела в городе много транспорта частного, народ, очевидно, возвращается все-таки с дачных участков, откуда-то с отдыха. Если они не проголосовали досрочно, то все участки рядом с местом проживания, поэтому они успеют. Какие-то замечания принципиальные поступают в Центральную комиссию о ходе голосования? Да, я могу сказать, что к нам постоянно поступают жалобы, причем в основном они, конечно, от избирателей касаются того, что они не были включены в списки избирателей. Дело доходит до смешного. Две квартиры на площадке включены, третья почему-то, так сказать, забыта. И я приношу извинения всем избирателям. Я сразу же могу сказать, вы жалуетесь на то, что это, например, вторые выборы. Беда наших избирательных комиссий, наших местных администраций, что они зачастую дублируют списки с ошибками, оставшиеся с прошлых выборов. Бывают все люди. Да, да. Но вы должны все-таки не забывать, что это общественная функция работы в избирательных комиссиях. Они такие же граждане, как вы, и поэтому давайте вспомним мы сами, как мы относимся добросовестно зачастую к своим общественным обязанностям. Согласитесь, не всегда это бывает. Поэтому я прошу извинить нас. Это, конечно, очень обидно, особенно молодым избирателям, тем, кто голосует впервые. Я готова принести каждому личное извинение. Это делаю, получая жалобы. Но, к сожалению, я боюсь, что это пока у нас не будет регистра избирателей, и эта ошибка будет повторяться. Чуть ранее, еще до обеда, вы говорили о фактах провокации на избирательных участках. Это единичные случаи или они накапливаются? Нет, они имели место в утренние часы. Все-таки, наверное, люди, которые хотели совершить провокацию и опорочить нашу избирательную кампанию, они были нацелены это сделать с утра. После того, наверное, когда я сделала соответствующее заявление в средствах массовой информации, да и день уже стал, так сказать, катиться к середине, как-то вот подобные провокационные заявления, они имели место и вчера вечером, они закончились. Как вы в целом оцениваете ход голосования? Этот день уже действительно близится к завершению, тем не менее, ваше впечатление, может быть, по сравнению с другими кампаниями в том числе? День хороший, день праздничный, на участках хорошо, причем на участках обычных, рядовых, абсолютно не центральных, в наших спальных районах действительно организованы праздники, организованы дежурства старших школьников, чтобы они помогали пожилым избирателям. Поэтому даже при всех недочетах я бы оценила эту кампанию, ну, скажем так, позитивно, со знаком плюс. Спасибо за ваше мнение. О ходе голосования и последние данные о выборах президента в Республике Беларусь мы получили у главы Центра избиркома Лидии Михайловны Ермошиной. Я же напомню, что до закрытия участков остается менее полутора часов, и еще есть возможность сделать свой выбор. Спасибо, Наталья. Мы будем ждать от вас новых подробностей о том, как голосует страна в очередных прямых включениях из Центра избиркома. Участок номер один Веснянского избирательного округа нередко называют самым спортивным. Он расположен в Университете физической культуры. С самого утра здесь ждали Александра Лукашенко. Президент прибыл вместе с младшим сыном Николаем. Президент прибыл вместе с младшим сыном Николаем. Глава государства поприветствовал многочисленных наблюдателей. Кстати, обсудить главное политическое событие в стране многие избиратели могли за чашкой кофе. На участке большой буфет, куда заглянул и президент. Ну как, народ покупает сладости или нет? Покупает. Покупает. Да, тут жизнь не совсем сладкая. Надо досластить и подсластить. Да, хватает. Спасибо. На выборы аккредитовались более 900 журналистов. Некоторые выходили в прямой эфир прямо с избирательного участка. Со многими Александр Лукашенко пообщался уже после голосования. Президента спросили и о несанкционированных акциях, которые несколько раз были организованы в столице. Интересовались и тем, как будет развиваться ситуация после выборов. Глава государства заверил, как и в любой цивилизованной стране, в Беларуси все определяет закон. Никто никому не мешает. Даже когда они вчера не первый раз в нарушение наших законов вышли на улицы, там не было ни одного милиционера. Может, я ошибаюсь, но мне доложили. Это было мое железное требование. Никого не трогайте до выборов. Посмотрим, какой вывод и заключение дадут наши здесь наблюдатели. В кавычках наши, чужие и прочее. ОБСЕ, кто только хотел, мы всех пустили. Их тысячу человек приехало из-за границы. Вот посмотрим. Я запретил любое телодвижение, даже где нарушались законы. Так вот, в развитии вашего вопроса, хочу сказать, выборы заканчиваются сегодня в 20 часов. Начинайте жить по закону. Мы вам не позволим, им не позволим никому дестабилизировать эту обстановку. Поймите, меня не это волнует. Вот я же вам давно говорил, что мы знаем всех оппозиционеров поименно. Их, вот эта головка, их 400 человек вместе со своими сторонниками в нашей стране. Из 10 миллионов и 7 миллионов избирателей. 400 человек. Что это такое? Это капля в море. Есть еще зеваки, которые обычно ходят за ними. Ну, наш же народ любит, что там собрались. Как в советских времен, видно, что-то там дают. Все собрались. Но никто же не понимает, что происходит там, за спинами. Этих оппозиционеров. Выборы сегодня закончатся в 8 часов. Советую вам соблюдать закон. Почему? Не потому, это я повторяю, вы отвлеклись. Не потому, что мы боимся этих 400 человек. Мы переживаем за тех зевак, которые обычно собираются вокруг. И меня настораживают. Вот я не зря сказал, один плюс один украинцам. Слушайте, хватит сюда посылать боевиков. Мы их сотнями задерживаем на границе. И они не могут объяснить, чего они сюда идут. Они просто не думали, что Лукашенко сможет закрыть границу. Забыли, что я пограничник бывший. Мы ее закрыли. Мы очень многих вынуждены были вернуть, потому что, имея у себя травматическое оружие, и биты там прочие, мы их возвращали. Но если только боевое оружие были, и такие гранаты, пистолеты, и к ним боеприпасы, мы их задерживали. Поэтому я не исключаю, что кто-то еще и сегодня объясняется. Вы же этого не знаете, когда ходите по улицам. И вчера, вот я посмотрел сюжет на нашем телевидении, очень правильно связали вот эти события. Там, конечно, не совсем, наверное, профессионально, но понятно, когда взорвалась граната у Верховной Рады. Погибли люди. Кто за это ответит? Поэтому входите в законное русло. Вот вам вся полегка. У нас определены места, как в Великобритании. Хотите, еще раз посмотрим на эти места. Собирайтесь. Или пусть собираются. Я это буду приветствовать. Пусть собираются, обсуждают проблемы, критикуют власть и становятся оппозицией. Если вы будете и дальше жить на зарубежные гранты, мы у вас эти деньги отбирать не будем, я вам обещаю. Но мы будем народу говорить, на чьи деньги вы ведете эту пропаганду и какую. То есть все будет честно, я вам гарантирую. Западные политики накануне выборов часто говорили о возможном снятии санкций с Белоруссией. По их мнению, главный критерий – окончательная оценка итогов голосования. Президент подчеркнул, что это показатель. Многие в мире стали понимать, что любые санкции только во вред. Мне уже надоело в последнее время читать, когда в СМИ рейтер, по-моему, или кто первым сообщили, что, возможно, будет что-то там снято, приостановлено. Да Господь с ними. Они убедились в том, что санкции – это во вред. И увидели, что Белоруссия – порядочное государство. Мы ведь не закрыли для Запада в экономике ни их транзит через Беларусь в Казахстан или в Китай, как от нас требовали. Мы не сделали то, что могли бы сделать в экономике. Мы не стали там бучу здесь устраивать и усложнять ситуацию в Украине и так далее. Они поняли, что мы нормальное государство. Здесь живет нормальный народ. Поэтому успокойтесь. Все зависит от Запада. Мяч железно там, почти в воротах, в западных воротах. Мы сделали все, я же об этом сказал, мы сделали все, что они хотели. Для каждого из участников нынешней политической кампании важен результат, уверен Александр Лукашенко. Если народ отдает явное предпочтение своему кандидату на выборах, это свидетельство сильной поддержки. Главное – это проведение выборов. Демос народ, кратос власть. Вы это лучше меня знаете. Поэтому народ все не определяет свою власть. Вы знаете полномочия президента в Беларуси. Они совершенно разные, нежели у нас и у Польши. Поэтому это очень важные выборы. Народ должен определиться. Даже если вдруг вам, беру кавычки, все понятно на этих выборах. Это право народа. И поймите одну простую вещь. Почему вы так умозрительно подходите к этим вещам и слишком упрощенно смотрите на выборы? Во-первых, очень важно, с каким багажом выйдет победитель из этих выборов. Если меня касается, ну очень будет плохо. Ну не то, что уже очень плохо. Но согласитесь, плохо будет, если в этот раз меньше, чем прошлые выборы проголосуют людей. Значит, от меня уже люди начинают уходить и недовольны какое-то количество моей политикой. Поэтому для меня очень важно, если Лукашенко выигрывает, чтобы я сохранил то, что было в прошлые выборы. Ну я не даю никому сигнал. Уже выборы идут. Тут уже не повлияешь на эти выборы. Я и об этом и раньше говорил. Во-вторых, исходя из этого, очень важно для Польши, для России, для мирового сообщества Евросоюза Америки, с каким результатом из этих выборов выйдет любой президент. С кем они будут разговаривать? С человеком, который имеет подавляющую поддержку белорусского народа? Или который чуть-чуть преодолел эту планку? Ведь, идя из оппозиции, первые выборы, вам напомню, Лукашенко набрал, по-моему, 83% голосов в 94-м году во втором туре. 83. Ну потом на процент 2 было меньше, но все равно я этот уровень сохранял. И это две трети населения. Это сильная поддержка. И хотели мы или нет, и я тоже, когда веду разговор с каким-то президентом, я им всегда в голове держу, сколько же его народу поддержал. Поэтому это тоже важно. Но если речь, вам все понятно, как вы сказали, и всем понятно, если говорить обо мне, не это главное. Если Лукашенко изберут, то жизнь на этом не останавливается. Я должен, исходя из того, что есть, продолжить, пусть без радикализма, но очень быстрое движение по выходу на нормальный уровень развития Беларуси. Вот что для меня главное. Я должен обеспечить безопасность народа. Избрали бы другого, ему что-то бы простили на первых порах. Мне ничего не будет прощено. Мне ничего не просят. Ни зарплаты, ни экономику, ни безопасность, ни военную оборону. Ничего. Потому что с меня сразу спросят, а где же ты был эти годы? Поэтому я живу этими вопросами. Выборы для беларусов уже традиционно стали настоящим праздником. На избирательный участок люди приходят не только, чтобы исполнить свой гражданский долг, но и пообщаться. Оценить атмосферу президент посоветовал и журналистам. Я вчера голосовала досрочно, поэтому, к сожалению... Но сегодня праздник есть? Невероятно, да. Как невероятно. Но мы обязательно пройдем в участок. Покажите им участок, покажите эти буфеты, песни, праздники. Ну как, да, я не видела этого. Я вот и вас хотела сказать, по вашим ощущениям, удался ли этот праздник? Это первая часть. Вторая, если можно. Вы уже пожелали, как на празднике принято беларусам здоровья и мира, каких еще внешних условий и действий от самих жителей страны, вы ждете, чтобы они дальше жили безбедно и счастливо. Будем работать, будем иметь все. Для того, чтобы нормально жить, в Беларуси сегодня есть все. И второе в этой части. Я тоже уже об этом говорил. Просто опять вы не обратили на это внимание. Прежде чем требовать вам от меня или вам от кого-то из людей или группы людей, посмотрите внутрь себя. Все ли вы делаете для того, чтобы, как вы сказали, жить нормально. Если вы, не поколдая руки, за дня в день пашите, трудитесь и не имеете в результате, ну, к примеру, зарплаты, хотя это в советскому времени больше подходит, значит, здесь что-то не так. Значит, уже надо во власти что-то искать. Если вы где-то недорабатываете, хотите жить, как на Западе, а не работаете по 40 часов в сутки, ну, так, Даша, ну разве мы можем жить нормально? Поэтому прежде чем чего-то требовать от власти, я в сторонке, от меня всегда надо требовать, потому что вы меня избираете. Особенно те, кто за меня голосует. Требуйте. Но прежде чем от власти, от других требовать, посмотрите на себя. Еще раз подчеркиваю, по первой части вашего вопроса, я своему народу ничего не могу пожелать, у него все есть. Это талантливый, умный, мудрый, я не ищу ему народ. Есть и недостатки у меня, и у нашего народа, и так далее, не без недостатков. Но есть все. Поэтому единственное, что я хочу пожелать, это тоже от народа зависит, но не только. Это здоровье, все остальное купим. Все остальное мы заработаем, мы умеем это делать. Сегодня все кандидаты в президенты имели возможность встретиться еще раз с белорусами, но уже в качестве избирателей. Сергей Гайдукевич пришел голосовать вместе со своими близкими. Лидер либерально-демократической партии свой выбор сделал давно, поэтому рощерк в бюллетене поставил напротив своей фамилии. Правда, кандидат признался, что рассчитывает лишь на серебро в президентской гонке. Вот за это. Выбор это всегда должен быть праздник. При любых обстоятельствах выбора это движение вперед. Это развитие государств. Хорошие выборы, достойные выборы. Кто как себя смог, так и провели. Были предоставлены прекрасные возможности всем кандидатам в президенты. Повысила свой рейтинг и Татьяна Краткевич. По словам единственной в нашей стране женщины-кандидата, она впервые в жизни голосовала за себя. Поддержал Татьяну Краткевич ее супруг. Дожидаться результатов выборов Краткевич будет вместе со своим штабом. Буду в городе активно проводить время. Схожу на выставку, пообедаю. Буду встречаться с командой, с наблюдателями. Разыграл ли автоголос Николай Олахович неизвестно. Кандидат не стал раскрывать тайну выбора. Сегодня он посетил избирательный участок в компании супруги. Атаман и почетный строитель Байконура верят, что это не последние его выборы. Я пришел с тем настроением, что все-таки мы добились результата. Нет никаких революционных действий, нет площади, крика и гамма. Мне бы не хотелось, чтобы это потом вдруг возникло во время парламентских выборов. Поэтому буду работать на парламентские выборы. На выходе из избирательных участков проводятся экзитполы, то есть опросы избирателей. Полученные при этом данные позволяют прогнозировать исход выборов. Опрашивают проголосовавших представители трех аккредитованных организаций. Австрийского института сравнительных социальных исследований, Института социологии Национальной академии наук, а также молодежные лаборатории социологических исследований. Результаты экзитполов будут озвучены после закрытия участков. В течение дня избирательные участки по всей стране посещают наблюдатели. Это около 40 тысяч местных и более 9 сотен международных. Одна из самых многочисленных миссий СНГ. Наблюдатели стран Содружества отслеживают ситуацию во всех областях Беларуси. Обращаем внимание на то, как подготовлена регистрация избирателей, какие возможности для свободного волеизъявления. Обратили внимание на то, как организованы кабинки, урны с прозрачными стенками, что соответствует современному уровню избирательного процесса. Пока у меня никаких претензий нет. Поэтому вполне можно стать отличным отметкой. Следят за ходом избирательной кампании международные наблюдатели из Сербии. Почетный консул Республики Беларусь в Белграде Другомир Карич сегодня уже посетил около 10 избирательных участков. Я могу как наблюдатель, который был в очень многих странах наблюдателем, я могу оценить это искренне положительно, великолепно. Организация с права момента. Условия для областей не очень такие отличные, прозрачные. Это может и Запад позавидеть. Это точно. Своебразным аналитическим центром сегодня стал Дворец Республики. Сюда прибывают многочисленные международные наблюдатели и политологи. Они делятся мнениями с журналистами. В информационном центре ЦИК находится и наш корреспондент. Ольга Петрашевская выходит на прямую связь со студией. Ольга, какая новая информация известна к этому часу? Юлия, добрый вечер. Что касается какой-то свежей информации, новых данных, здесь ничем вас не удивлю и не порадую. Буквально несколько минут назад здесь в инфоцентре ЦИК во Дворце Республики завершилась пресс-конференция Николая Лазовика. Однако секретарь ЦИК не озвучил никаких новых данных, объяснив это тем, что и в эти часы сохраняется очень высокая активность избирателей. Так что 74,61% те же цифры, которые мы имели на 16.00, в общем-то остаются актуальными. Однако, еще раз повторюсь, Николай Лазовик отметил, что очень высокая активность. Даже привел такой пример, что одна из сотрудниц ЦИК буквально час назад пришла на свой избирательный участок, чтобы отдать голос. Но ей даже пришлось стоять в очереди, потому что люди продолжают и продолжают идти голосовать. И сейчас я предлагаю послушать мнение, комментарии экспертов по поводу такой высокой явки на президентских выборах в Беларуси. Там, где мы были, и что меня поразило, и что мне понравилось, лично меня, это люди приходили как на праздник. Приходили люди с детьми, с семьями. Люди преклонного возраста отказывались, что приходили к ним домой. Вот мы на двух-трех участках отметили, что люди 1920-го года рождения, 21-го, это довольно почтенный возраст. Они сами изъявились, сами приходили на голосование. Высокая мобилизация выборщиков связана с широким фактором. Знешний фактор, как я лечу, украинский, так само играя колоссальную роль. У всех громадяне краины асенсовали важность тих фундаментальных завоев, яке мая Беларусь за пошли 20 год. Мир, стабильность, суверенность. И вот такая высокая явка, вот такое высокое голосование, это демонстрация того, что иснуе политичная белорусская нация, якая демонструет свою простакую явку, свою высокую национальную солидарность. И сейчас к нам в прямом эфире присоединяется доктор политических наук Сергей Кизима. Сергей Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот хотелось бы у вас поинтересоваться. Мы наблюдаем очень такое серьезное, значимое внимание со стороны мировой общественности. Более 900 международных наблюдателей, более полутысячи журналистов из десятков государств, аккредитованные на нынешних президентских выборах в Беларуси. По вашему мнению, чем обусловлено такое внимание со стороны мировой общественности? Действительно, внимание огромное. Сам последние дни общался с журналистами из США, Великобритании, Франции, Польши и России. Что приятно отметить, не просто огромный интерес, а во многом гораздо более позитивный интерес, чем предшествующие годы. Это, конечно, очень приятно. Европа и мир в целом переоткрывают для себя Беларусь. Вместо годами рисуемого образа плохой Беларуси, Беларуси незаконопослушной, они открывают для себя ту Беларусь, которая реально есть. Страны, в которой люди гостеприимны, внешняя политика миролюбива, экономика направлена в испечение благ населения. Причины, естественно, прозрачные, причины всем понятны. Прежде всего, та громадная роль, которую Беларусь сыграла в том, чтобы решить те серьезнейшие проблемы, которые возникли у нашего украинского соседа. Несмотря на то, что вроде Беларусь небольшая страна, по сравнению с такими громадными экономиками, странами, как Франция, Великобритания, Россия или США, первые миротворческие инициативы пришли именно из нее. Очень жаль, что вначале они не были оценены по достоинству. После того, как пролилась большая кровь, они были оценены. И после этого уже в рамках Минск-1 и Минск-2, и в рамках и сейчас продолжающихся консультаций, Беларусь играет очень значимую роль в регулировании этого процесса. И, конечно, Беларусь как страна миротворец, Беларусь как страна, которая играет важное влияние на вопросы безопасности Европы, стала всем по-настоящему интересна, всем, кто заинтересован в безопасности в Европе. Вторая причина – разочарованность Запада в тех методах и способах, которые были использованы для насильственной демократизации ряда стран. Ливия поставляла газ и нефть в больших объемах Евросоюзу. Линию Ливию разбомбили, помогли террористам. Теперь они сотнями тысячи отправляют террористов и беженцев в направлении Европейского Союза. Сирия – не очень богатая страна, но страшеспокойная страна, превратилась в место для дислокации нового целого террористического квази-государства, исламского государства. Ирак, где якобы несли свободу слова и свободу от массового оружия, опять же превратился в гнездо террористов, в очень слабый контроль правительства и в квази-государства. И все это несет, конечно, очень серьезные вызовы для Европы. И Европейский Союз, опять же, на примере Украины в том числе, стал все более прохладно относиться к идеям насильственной демократизации, грубому вмешательству внутренних дел европейских и соседних государств, понимая, что если так будет дальше продолжаться, Европейский Союз будет граничить с территориями выжженной земли, откуда на него будут обрушиваться миллионы беженцев и террористов. Ясно, что это не то будущее Европейского Союза, которое является для него позитивным. В силу этого, конечно же, Европейский Союз сейчас экстренно пересматривает основы своей внешней политики, экстренно пересматривает свои приоритеты, что он хочет видеть у своих соседей. И практически полностью, что приятно отметить, исчез диктат, исчезло, соответственно, предоставление неких спасительных рецептов, универсальных и якобы необходимых для Беларуси. Сейчас впервые начался нормальный диалог. Полтора года мы нормально по-человечески разговариваем, и никто не кричит друг на друга. Мы раньше нормально слушали, но, извините меня, это было не очень культурно с их стороны. Теперь все культурно и цивилизовано. Сергей Анатольевич, огромное спасибо. Я напомню, что с нами в прямом эфире был Сергей Кизима, делился своим мнением доктор политических наук. Юлия, всю свежую информацию, мы будем, все свежие данные будем приводить в прямых эфирах еще в течение всего вечера. Отсюда из инфоцентра ЦИК. Спасибо, Ольга. С новостями из информационного центра ЦИК, который находится во Дворце Республики, была моя коллега Ольга Петрашевская. Голосуют сегодня и белорусы за рубежом. Для граждан нашей республики, которые проживают за ее пределами, сегодня открыто 49 участков в 37 странах мира. Отдать голос в пользу одного из кандидатов на пост президента можно в дип-представительствах Беларуси. Больше всего участков в России. Они работают в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Калининграде. В списке для голосования здесь внесены несколько тысяч человек. Большинство из них проголосуют в белорусском посольстве в Москве. Я здесь работаю, проживаю и пришел, как и все граждане Республики Беларусь, проголосовать за стабильную, чистую и процветающую Беларусь. Я здесь живу, работаю, на данный момент нахожусь здесь, поэтому это мой осознанный выбор приехать и оставить свой голос. Я ожидаю дальнейшее развитие нашей страны. Я думаю, что для этого есть у него большие предпосылки. Хочу, чтобы была свобода, мир. На избирательные участки в Беларуси приходят целыми семьями. Мэр Минска поддержал эту традицию. Проголосовать за одного из кандидатов Андрей Шорец пришел в компании жены и детей. Председатель Минского горосполкома сообщил, что выборы в столице проходят в атмосфере доброго праздника и без нарушений. Мы голосуем за будущее, за будущее независимой Беларуси. Люди получили праздники, и вы видите, что предварительные итоги показывают, что мы уже прошли 50-процентный рубеж, и люди идут. Для людей мы сделали праздник, это и торговля, и культурно-массовые мероприятия. Я надеюсь, что сегодня у всех будут только положительные эмоции. На избирательный участок пришла сегодня олимпийская чемпионка Алла Цупер. Как призналась нам спортсменка, в первую очередь она делала выбор как мама, которая заботится о будущем своих детей. Каждый голос важен. Это будущее нашей страны, наших детей, наше будущее. Государство нам помогает, медицина у нас бесплатная, и образование у нас бесплатное хорошее. В создании праздничной атмосферы на избирательных участках поучаствовали работники торговли и культуры. Повсюду проходят выступления народных коллективов и звезд белорусской эстрады. На избирательных участках они сегодня не только поют. Глядя на соседей, которые у нас есть в странах высшего Советского Союза, на мой взгляд, лучше мир и продвигаться в мирном русле, в мирном направлении. В каждой стране, как и в каждом коллективе, на любом предприятии должен быть глава, должен быть руководитель, на которого все равняются, который ведет в данном случае свою страну только вперед и вверх. Поэтому и каждый житель республики, в данном случае Беларусь, нашей страны, должен обязательно прийти и проголосовать. Избирательные участки встречают сегодня своих посетителей исключительно хорошим настроением. От близких сердцу мелодий до классики и современного творчества наряду с именитыми артистами и народными коллективами на школьных площадках настроение избирателям дарят и сами ученики. Поддержать не словом, а делом внука решил и музыкант со стажем. Из зрительного зала он поднялся прямо на сцену. Действительно, для многих выбора не только гражданский долг, но и праздник. Подтверждением тому стала оживленная торговля. Изобилие выпечки в сочетании с приятными ценами и под хороший аккомпанемент сделали свое дело. Праздник, естественно, ощущаем, потому что голосование сегодня, выборы нашего президента, это от этого зависит наша дальнейшая жизнь. При Советском Союзе я еще тогда родился, тогда был буфет, просто бежали, там мандаринки, апельсинки покупали нам родители. Ну а сейчас это, ну, все есть. Булочки на сетра сбегаются, зеленой уже почти раскупили. колбасы, шашлыки, ну все, продукция вся разбегается. Не успеваем все пополнять. Итак, на этом пока все. Еще раз напомним, в эти минуты наши корреспонденты в самом центре событий. По мере поступления информации мы будем выходить в прямой эфир. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...